Все прекрасно. Меня не видно, экран видно. Хорошо. Мы с вами будем говорить об очень интересном моменте в русско-американской истории, в истории русско-американских отношений. Это достаточно короткий период, начиная с 1917 года, еще до даже февральской революции и заканчивая годом 20-21, начало 21 года. То есть, по сути, это всего три года, но за эти три года в русско-американских отношениях произошло очень много изменений, которые были связаны не только с революцией, но и с тем, каким образом эта революция воспринималась в США, какая была рецепция, если говорится таким словом, революция в США. И каким образом непосредственно жители Америки, да, они относились к революции и каким образом Россия и позже, так сказать, советская Россия пыталась изменить это отношение. И вот здесь у меня на первом слайде, мы с вами начнем с того, что будем говорить про Льва Давыдовича Троцкого, и вот на первом слайде у меня афиша, которую мне любезно писал Игаль, когда мы готовились к революции. И я заинтересовалась этим фильмом и пошла даже посмотрела этот фильм. Это афиша фильма, которая называется «Суд над большевизмом». Фильм этот был снят в 1919 году, это настоящий блокбастер был по тем временам, ну, тогда были блокбастеры короче, всего час-десять минут идет, фильм немой, естественно, черно-белый. И фильм рассказывает о судьбе, там очень четко прослеживается прототип, так сказать, гравногероиды, мы тоже о ней будем говорить, о судьбе американки, такой из богатой семьи, хорошо образованной, немножко восторженной, немножко наивной, которая попадается на крючок, если так можно выразиться, к большевистским агитарам. И будучи наследницей большого состояния, эта американка отдает реклитаторам свои деньги и, значит, под их влиянием покупает остров неподалеку от берегов, так сказать, Америки, где вот эти большевики пытаются имитировать, так сказать, жизнь Советской России. Ну, конечно, жизнь Советской России там показана с такими достаточно дикими предрассудками, которые тогда существовали по поводу об обосчислении женщин, да, и все такое. И вот на острове они пытаются сделать такой ужин, так сказать, эксперимент. Вот, но добровольцы, которых они набрали, да, тоже левые, так сказать, которые приехали на этот остров, вскоре прекращают, так сказать, жить по законам острова, начинается дикая, так сказать, резня, люди теряют человеческое лицо, и американские войска, кто-то подают сигнал, сигнал в СОС подают, и американские войска высаживаются на остров, срывают красный флаг и все. В общем, конечно, действительно, везде своя. Прототипом этой дамы, девушки была, конечно, жена, так сказать, Джона Рида, значит, Луиза, которая тоже выросла в богатой семье, журналистка известная, да, значит, и, соответственно, она ездила вместе с Джоном Рида в Советскую Россию, писала туда репортажи, и Луиза стала прототипом вот этой, так сказать, американки. Но здесь интересно то, что в фильме этом, он, кстати, есть онлайн, естественно, да, то есть он достаточно наивный, но такой интересный, посмотрите, вот, и в фильме этом у нас нету, как можно было бы подумать, у нас нету русских, да, то есть у нас нет советских агитаторов, которые приехали и стали, естественно, в Америке, да. У нас есть люди, которые были в Советской России, вернулись из Советской России и потом стали строить, пытаться строить это Советское общество на мире. То есть здесь фильм у нас тоже ясно и четко показывает, что угроза, да, как мы говорили, да, советская угроза, красная угроза, угроза исходит не только от непосредственных, так сказать, людей, которые приехали из России, но и от самих американцев. Которые поехали в Россию, заразились там идеями и ехали обратно. Но на самом деле, чтобы заразиться идеями, не надо было ездить легко, да, достаточно было бы сходить, так сказать, на нижний сайт в Нью-Йорке, где все, или там, не знаю, в Бруклин, где все эти идеи распространялись, начать там быстро. Итак, Лев Давидович Троцкий, который вот изображен на афише, считался, когда, к тому времени, как вышел фильм, Троцкий уже вернулся давно в Советскую Россию, он считался главным идеологом, да, мастер-майндж, да, главным идеологом советской угрозы, красной угрозы. И какие только статьи не писали Троцкого в советской и американской газете в то время, вот, в частности, была статья, в которой утверждалась практически как Кевинский, да, что Троцкий спасся от каких-то своих бедов, преследователей в женском платье. Была статья, где Лев Давидович, вряд ли он такое делал, нарком Боимбор, да, Лев Давидович лично атаковал бронепоезд белых, там, прыгая по крышам. Ну, то есть, в представлении сельских газет Троцкий был чем-то вроде Джеймса Бонда, но, конечно, кроме, так сказать, американских газет, но, конечно, кроме вот этого тролля Бонда, да, в американских газетах, он еще и представал таким всезнающим, всевидящим архитектором даровой революции. И, действительно, надо сказать, что он, Ленин, конечно, был известен на Западе, но Троцкий был значительно более известен, чем Ленин. И вот, 1 января 2017 года Троцкий, как он так пишет в моей жизни, Троцкого депортируют из Европы, у него был французский паспорт, поддельный французский паспорт, его депортируют сначала из Франции в Испанию, потом из Испании на все четыре стороны, то есть его сажают на американский корабль, и Новый год 2017 года, он встречает на Бакеане, и 13 января он корабль причаливает в Нью-Йорке, да, темно, холодно, ветер, дождь на реку, мокрая, громада зданий, новый свет, да. И, соответственно, он пишет о нравственной философии Долбера, который главенствует США, но, однако, Троцкий не может не признать, что, как он пишет в моей жизни, что Нью-Йорк полнее всего выражает дух современной эпохи. То есть понятно, что для Троцкого Европа, которая все еще воюет к этому времени, да, Первая мировая война продолжается, Европа – это что-то старое, это что-то отжившее, Америка – это что-то новое. И он сам в моей жизни пишет, что больше всего легенд существует и в его жизни в Соединенных Штатах. Действительно, если мы почитаем американскую прессу того времени, вот, 17-го года, весна 17-го года, лето 17-го года, до отъезда Троцкого обратно в Советскую Россию, то Троцкий предстает как частичек сапог, служитель в гостинице. Троцкий поел в ресторане и не заплатил по счету. То есть пресса, особенно желтая, бульварная пресса, конечно, так сказать, ну, развлекалась, не чтобы развлекалась, но часто писала какие-то такие от Троцкого. И, как пишет Троцкий, печать провела меня через целую серию профессий, одна интереснее другой. Действительно, и статистом в кино его называли, и чистичком сапог, и официантом в ресторане, кого-то они называли. Вынужден раздечаровать Леонидович, пишет вас, единственной профессией в Нью-Йорке моей была профессия революционного социалиста. Ну, собственно, Троцкого и не было другой профессии, и понятно, что в Америке он занимался тем же самым, и только он появляется в Нью-Йорке, мы с вами берем к следующему слайду, да, только он появляется в Нью-Йорке, да, они снимают квартиру с Натальей, его женой, его сыновьями, можете, так сказать, вот и адрес, и дом сохранился, да, дом Троцкого, правда, неизвестно, какая конкретно была квартира, ну, и дом, конечно, несколько там, чуть-чуть перестроен, отреставрирован. Бронкси он жил, который он называет одним из рабочих кварталов, неслыханное для европейских нравов удобство. Автоматическая подача продуктов наверх и такой же споскосудного ящика вниз. Все это сразу подглупило наших мальчиков. И телефон. То есть, по сравнению с Европой, Америка, конечно, стоит, Америка с 17-го года стоит гораздо выше в техническом развитии. И Советская Россия это очень хорошо понимала. И это связано не только с тем, что Троцкие восхитились автоматической подачей продуктов в квартиру, но и с тем, конечно, что в Америке уже жило много иммигрантов из Советской России. Они работали на заводах, они понимали, о каком техническом прогрессе идет речь. И, конечно, Европа разрушенная войной. Война еще шла в 17-м году, но все знали, чем это все закончится. Комитуляции Германии в 18-м году. Европа разрушенная войной не может обеспечить такой же уровень технического знания, такой же уровень технического развития, как и Америка. И поэтому, конечно, когда речь зашла после уже Октябрьской революции, когда речь зашла о стране, с которой надо установить дипломатические отношения практически первой, естественно, это была Америка. Потому что в Америке были деньги, в Америке были технические новинки. Америка была той страной, которая больше всего, пожалуй, непосредственно соседей, интересовала Советскую Россию. Ну и вот этот вот, вы знаете, вот те из вас, кто жил в 70-е годы, я пожила в 70-е годы, извините, не буду скрывать. Мы слышали такое выражение часто, как суперсилы. В мире надо сохранить баланс суперсил. И суперсилами, конечно, СОП и ПАУЭС назывались Америка, и тогда же Советский Союз. Но это не началось в 70-е годы, это началось гораздо раньше. Гораздо раньше уже было понятно, что при том, что Америка существует в западном полушарии, в восточном полушарии, параллельной Америки суперсилой все-таки является Советский Союз, а не, например, европейские страны. То есть этот баланс шаткий, достаточно, он появляется, начинает развиваться еще в 20-е годы, после октябрьской эволюции. Итак, Лев Давыдович живет в Роксен, а где же он работает? Он работает, как мы знаем, социалистическим революционером. И давайте сейчас посмотрим на социалистические газеты, в которых, собственно говоря, и писал Лев Давыдович Троцкий. И вот самой такой основной и наиболее распространенной газеты социалистического Нью-Йорка, русского социалистического Нью-Йорка, который был очень большим, это «Новый мир». И надо сказать, что «Новый мир» существовал довольно долго. Он издавался еще в конце 30-х годов, хотя, конечно, он изменил свою направленность и личину. Но если в 1911 году в «Новом мире» первую скрипку играли меньшевики, то потом, конечно, ее партийная принадлежность изменилась, фаркционная принадлежность изменилась. Для чего нужна была в 1911 году русскоязычная социалистическая газета в Нью-Йорке? Потому что уже в 1911 году в Нью-Йорке жило настолько много русскоязычных, что для них нужна была собственная пресса. И эти русскоязычные, они были рабочими. Это были люди, которые работали на низкоквалифицированных работах. И, соответственно, для них нужна была... Они требовали, и с точки зрения картии, так сказать, большевистской, меньшевистской фракции, они требовали той газеты на русском языке. Агитация и пропаганда среди русскоязычных. Надо сказать, что меньшевики вообще были очень активные. Они открывали классы для изучения русского языка, потому что многие люди, которые лидировали в Америку в начале 20 века, они не умели читать и писать по-русски. Если они приезжали из ЧП Оседлости, они знали, может быть, ИДИЖа. Естественно, они знали, видишь, разговорный, да, но они часто не умели на ИДИЖ писать. А вот русского языка они точно не знали или кое-как могли в нем объясниться. В меньшевике открывали вот эти классы при газете «Новый мир» для изучения русского языка, для взрослых людей. И, соответственно, всячески поддерживали вот эту вот низкоквалифицированную русскоязычную общину. И не только в Нью-Йорке, но и в Сан-Франциско, на западном побережье, в Чикаго, который был тогда очень провинциальным, так сказать, индустриальным городом, вот создавались вот эти вот общины, общины, говорящие по-русски. Надо сказать, что люди приезжали как из черты оседлости, естественно, гонимые, так сказать, погромами. Какое-то количество иммигрантов оказалось, русскоязычных иммигрантов, евреев, оказалось в Нью-Йорке после революции, после разгрома, да, то есть завершения революции 1905 года. Какое-то количество людей приезжало просто в поисках, как бы мы сейчас сказали, счастья за длинным долларом, да, потому что знали, что в Америке лучше зарабатывали, чем в России. И вот раз в неделю по четвергам новый мир выходил, и сначала он стоял на таких очень медленных, очень меньшевистых позициях, информировали о положении рабочих в Америке, о делах в России и о работе американской социалистической партии и русского отдела. Надо сказать, что американская социалистическая партия, которая потом стала американской коммунистической партией, практически сразу открыла при себе русский отдел именно для русскоязычных членов партии. У них были отдельные собрания, у них были, так сказать, отдельные агитаторы на русском языке, и те люди, которые приезжали в Америку, будучи членами революционных партий в России, будь они большевики, мальчевики или эсеры, социалистические революционеры, их, так сказать, они присоединялись, во многих случаях они присоединялись к этому русскому отделению Американской социалистической партии. Ну и вот Троцкий пишет в эти газеты, значит, в новый мир и в новую жизнь, и вот то, что происходит в 17-м году. Когда Троцкий приезжает, то новый мир начинает радикализироваться. До Троцкого в Америке появляются Бухарин и Калакай, которые тоже, так сказать, выбирают Нью-Йорк в своем местном основном обитании, и Бухарин фактически возглавляет редакцию «Нового мира», он был очень хорошим журналистом, и в 17-м году, в январе 17-го года, после приезда Троцкого со-редактором газеты становятся Троцкой. И мы помним, что в 11-м году газета выходила раз в неделю, в 17-м году она выходит ежедневно, кроме воскресенья, шесть дней в неделю, на шести страницах большого формата. Это был уже не таблоид, как говорят, это был уже газетный бизнес, называется «Бродшит», большая газета. Вот представьте себе, там, не знаю, «Нью-Йорк Таймс», вот такого она была формата, и один цент в Нью-Йорке, два цента в других городах, и семь с половиной долларов в год за почтовую достатку газеты по адресу. И, соответственно, очень много появилось тех журналистских статей, которых не было в 11-м году. Например, одна из популярных дублик была о воссоединении семей, где ваши родные, потому что, естественно, после войны, во время войны тогда еще шедшей, многие семьи оказались разделены, и через газету можно было попытаться найти своих родственников. И кроме американских новостей появляются новости Нью-Йорка, литературный подвал, где печатали, естественно, писатели и социалистов, как в русском языке оригинальном, например, Максима Горького, так и американских писателей, как левого полка переводных. И все вот это, конечно, было очень популярно, потому что газета стоила дешево, в газете работали очень хорошие журналисты, включая Льва Давыдовича Троцкого, Николая Ивановича Бухалина, и Александра Михайловна Кулактай, и, соответственно, она была очень популярна в среде человеческого населения. Но надо сказать, что Троцкий сам по себе никогда не боялся прессы, никогда не бежал от прессы, он, наоборот, шел на встречу прессе и был рад давать интервью. И вообще Троцкий провел в Америке малое количество времени, то есть он достаточно быстро уехал обратно в Россию, но за это малое количество времени он успел не только поработать в газете, не только выступать постоянно на митингах, но и давать интервью газетам американским. И вот у нас 16 марта 1917 года человек, помню, он 13 января приехал, то есть он на два месяца в Америке, он уже дает интервью New York Times, и, соответственно, Лео Троцкий, его назвали Лео или Леоном в американских газетах. И заметим, здесь написание слово революционер, которое такое старое написание, революционерист. Сейчас мы обычно говорим революционер, а тогда писали и говорили революционерист. И заметим, что газета New York Times, она приходит в офис Нового мира. Это не то, что Троцкого вызывают в New York Times или где-то в городе, но корреспондент New York Times приходит в офис Нового мира, чтобы взять интервью у Троцкого. То есть влияние Нового мира, оно принимается, и даже в New York Times понимает, насколько влиятельна эта газета в связи русскоязычных эмигрантов. Ну и они разговаривают о войне, естественно, и Троцкий говорит о том, что люди устали от войны, но они не хотят сепаратного мира. А сепаратный мир тогда был очень горячей темой, потому что Россия, которая, так сказать, была в составе, естественно, Антанты, к 16 марта 1917 года в России уже случилась буржуазская революция, и вопрос был в том, будет ли новая буржуазная Россия, так сказать, освободившаяся от анархии, будет ли она участвовать в войне, продолжать войну вместе со своими бывшими, так сказать, союзниками по сердечному согласию по Антанте, или она заключит сепаратный мир с Терманией. И сепаратный мир был, конечно, очень неприемлем для Антанте, для Франции, для Львовитбургии, для США. Все волновались о том, как себя ведет эта новая Россия. А вот Троцкий их успокаивает и говорит, что сепаратный мир России не хочет сепаратного мира, и он в конце интервью отрицает то, что февральская революция была организована немцами. И, соответственно, Троцкий говорит, что февральская революция была чисто российским событием, а это была достаточно большая больная тема в газетах в том времени, что якобы февральская революция произошла на немецкие деньги. Хорошо. И вот Троцкий уезжает из Америки, он уплывает обратно летом 1917 года для того, чтобы уже, так сказать, оказаться в России в этом время Октябрьской революции. Однако в Америке остается его заместитель, потому что Людвиг Карлович Мартин уже жил до этого в Америке до приезда Троцкого, но человек, который сыграет основополагающую роль в русско-американских отношениях к тому времени, а именно Людвиг Карлович Мартин с рук биографией, которую я и, слава богу, надеюсь, что допишу довольно скоро. И вот Мартин сам по себе был очень интересной личностью. Он родился в 1875 году в Бахмуте на Украине, где работал его отец, он там занимался прокладкой городского водопровода. Это нынешний аркетинг на Украине, в Донецке, в Донецкой области на Восточной Украине. Вырос Мартин в Курске, где у его отца была фабрика, так сказать, вот трубы они делали, там металлические всякие изделия инженерные. И когда он учился в технологическом институте в Петербурге, Мартинс входит в марксистские клуби. Технологка была источником, самым главным, пожалуй, в Петербурге марксистов. Там училось больше марксистов на душу населения, чем, например, в императорском университете. И очень многие люди, главные люди из фаренции, выбирали технологику, потому что это было практическое образование. И, соответственно, во время учебы он становится одним из марксистских вегетаторов, потом становится одним из первых членов Союза борьбы за освобождение разбойчивого класса. Помним мы, что это была первая организация марксистская, созданная, так сказать, Лениным в Петербурге. И в 1996 году марксиста арестовывают. Он два года проводит в тюрьме. И в 1999 в Крестах сидит. И в 1999 году его депортируют в Германию как немецкого подданного. Дело в том, что он будет сходить из немецкой семьи, а очень многие немцы в России не брали русское гражданство, а обходили с гражданством немецким. И, соответственно, семья Маркнесса тоже обходила с немецким гражданством. И дети у них тоже, так сказать, были с пурскими паспортами. Ну и царское правительство, охранка, не что, смеешься, вместо того, чтобы там посылать его в Сибирь на казенные деньги, тратить на это деньги, решили, ах, у нас немец, значит, он отправится в Кусию. Обратно, хотя Маркнесс, конечно, говорил по-немецки, но родился в России и никакого отношения к Кусии не имел. Маркнесс был личным другом Ленина, как, собственно говоря, и многие из вот этого первого набора союза борьбы за освобождение рабочего класса. Кто-то из этих людей потом перешел к большевикам, кто-то перешел к эсерам, а вот Маркнесс всегда оставался верен Ленину, за что Ленин, собственно говоря, его и ценил, как верного человека, человека, который не изменял никогда, потому что Ленин вообще достаточно болезненно относился к прыжкам бывших товарищей по партии. Вот история с Юлием Осиповичем Марковым, который был друг у Ленина, остальным соратником, и вот Марков, который предал, с точки зрения Ленина, Марков, который создал фракцию меньшевиков, у Ленина было, конечно, негативно. После этого таким бывшим старым друзьям. Однако Маркнесс остается с Лениным, и вот что происходит дальше. Он живет какое-то время в Германии, но в Германии тоже он, естественно, занимается революционной деятельностью, в частности, поставляет оружие для Первой русской революции. В Германии становится жить опасно, он перебирается в Англию. Англия тоже была таким выбором, так сказать, очень многих политических эмигрантов того времени. И в 10 лет он достаточно спокойно живет в Англии, занимает свои инженерные работы, но это на поверхности, а, естественно, с точки зрения подпольной, поддерживая связи с Россией, так сказать, выполняя задания большевиков. И в 16-м году Маркнесс по тому же заданию большевиков приезжает в США. Надо сказать, что, будучи немецким подданным, когда началась война, вообще в Британии, где он жил, немецких подданных интернировал, соответственно, как граждан враждебного государства. Однако Маркнесс по, так сказать, связям своим получает сначала освобождение от этого интернирования, а потом получает разрешение на выезд из Британии в США, ну и в США, соответственно, это, кстати, второй раз, что он приезжает в США, первый раз он пришел во время революции пятого года, ну для того, чтобы прощупать почву, что там происходило, значит, где можно было взять деньги для революции, чем они додавали, все очень озабочены. Вот, и в 16-м году, когда он приезжает в США, вот здесь у нас корабельный, собственно говоря, иммиграционный список, да, тут у нас вот он, Маркнесс Людвиг, это второй сверху, вот, значит, из Лондона приехавший, он становится вице-президентом инженерной компании Вайнберг и Познер. Вайнберг и Познер находились в доме номер 120 по Бродвею. Вайнберг и Познер были основаны еще в 1905 году, и это, конечно, была компания инженерная только на бумаге, это была, ну, как бы сказал, так сказать, ну, так сказать, филькина грамота, а не компания, потому что она занималась, так сказать, отмыванием денег, то есть переводом, переводом собранных в Америке денег из, так сказать, США уже на нужды большевистской партии. И Вайнберг и Познер, ну, так сказать, для, они были в списках компаний Нью-Йорка, они были зарегистрированы, соответственно, с точки зрения бизнеса к ним претензий не возникало, хотя бизнес был очень маленьким, но основные занятия этой компании была, конечно, не поставка инженерного оборудования в Россию, а налаживание канала, по которому бы собранные в Америке на нужной революции деньги шли бы, доходили бы до большевиков. Она скажет, что большевики, очень рано, и меньшевики, большевики, и эсеры очень рано поняли, что основным, наверное, полем для собирания денег, основным полем для фан-рейтинга, как вы сейчас сказали, является Соединенные Штаты Америки. И интересного уровня сложилось то, что те люди, которые бежали с каторги, а после пятого года, после разгрома люди пятого года на каторге оказалось невероятное количество большевиков, большевиков и эсеров. Большевики, они попадали, так сказать, в боевые действия, то есть их, если ссылали, то ссылали в Вологду, как многих большевиков туда ссылали, вот, а вот большевиков и эсеров все-таки ссылали за Байкалья, и из-за Байкалья эти люди, когда они бежали, это был такой достаточно прямой путь, да, додевались они до Тихого океана, и переправляющие через Тихий океан высаживались в Сан-Франциско, и как некоторые, так сказать, эсеры это делали, большевики тоже это делали, триумфально проезжали через Америку, читая по дороге лекции и собирая деньги. Он один из деятелей сэрбской партии, тоже, так сказать, бежавший из Катар, из Нерчинской, за время своих поездок по Америке до Нью-Йорка собрал 16 тысяч долларов только одними публичными выступлениями. И эти карты 16 тысяч долларов, конечно, ушла на нужные эсербской партии. Значит, если спрашивают, для чего нужны были деньги, то для революции всегда нужны деньги. Революция нуждается в том, чтобы платить людям, так сказать, которые ее организовывают, она нуждается в закупке оружия, а, значит, эти деньги шли на технические нужды как эсеров, ну, если собрали эсеры, так и большевиков, если собрали большевики. Надо сказать, что еще до начала Первой Южской Эволюции, еще до 1905 года в Америке появляется Максим Горький, который был селебрити того времени и даже в Америке его, можно сказать, известной личностью. Появляется он в сопровождении Марии Федоровны Андреевой, что вызвало нездоровый интерес американских газет и, так сказать, обвинение в презрении к моральным нормам, выселение из гостиницы, что, конечно, тоже подлило масло в огонь для, так сказать, пиара Максима Горького и Горький тоже деньги от своих чтений публичных, деньги от интервью, от своих преступлений он посылал большевистской партии. Ну и вот Мартинс когда приезжает в Нью-Йорк, основной задачей является именно сбор денег и безопасная отсылка в Европу. Надо сказать, что, конечно, с войной все коммуникации замедлились и деньги можно было приправлять через банк, но это было достаточно сложно и долго. Большевики вообще, как эсеры, большевики предпочитали курьеров. Курьер был, так сказать, личностью, которой можно было доверять, и эти курьеры везли с собой из Америки уже деньги непосредственно в наличных или в аккредитивах, которые потом уже были в наличии в Европе, но, естественно, с войной тоже, как мы говорили, даже путешествия курьеров через океан, они замедлились, потому что было опасно, как минимум опасно, прежде всего. И вот, когда происходит сначала февральская, а потом октябрьская революция, существование такого огромного количества русскоязычных гуманеров, русскоязычных левов в Нью-Йорке, оно стало благоприятной почвой для устремлений в Советской России. Троцкий, который был в Нью-Йорке, который видел все это, Бухарин, который был в Нью-Йорке, Калантай, да, они все говорили Ленину и правильно говорили Ленину о том, что необходимо прежде всего обратить внимание на агитацию, на пропаганду не только среди американских социалистов, потому что сложно уже пропагандировать распрофагандированных, но и Америки в общем. И кроме агитации пропаганды необходимо поддерживать, установить, потому что эти связи были разорваны с февральской а тем более октябрьской революции поддерживать экономические связи с Америкой. У советского правительства была двоятая задача. Первая задача была, конечно, экономика, потому что гражданская война, которая шла в то время, опустошила достаточно многие области советской России, инфраструктура, промышленная инфраструктура лежала в руинах после, так сказать, первой воровой войны, после гражданской войны, то есть вся европейская часть России, она очень сильно пострадала от войны и от немецкой оккупации, соответственно, нужно было, нужны были деньги на восстановление инфраструктуры, нужно было техническое ноу-хау. Поверьте, что Ленин был прогрессивным человеком в том плане, что он знал, понимал важность технического прогресса, важность технических новинок. Его не надо было убеждать в том, что самая основная страна, которая идет в углу технического прогресса, это, конечно, Соединенные Штаты Америки. Первой целью существования, установления связей между Россией и Америкой было как раз поддержание, восстановление экономических связей. А второй целью было, как вы сейчас сказали, пиар. То есть надо сказать, что если вы читаете газеты западной того времени, американская газета того времени, то каких только гересей не писали о происходящем в России, каких только журналисты и в то время были журналистами, каких только жареных так называемых фактов не сообщали и об обочисления женщин, и то, что там в каком-то городе в России всех детей стали называть по номерам, или всех детей стали называть октябрями, октябринами, и так далее, и тому подобное. В общем, все это, выяснил поток, так сказать, якобы информации, которую придумывали большей частью американские журналисты, она бы как-то остановить или по крайней мере контролировалась. И вот Советская Россия разорвала все дипломатические отношения, которые поддерживала сначала Россия царская, а потом Россия буржуазная, то есть временного правительства. Если временное правительство заявило, что оно является правоприемником царской России, и, кстати, во многих случаях временное правительство даже не меняло дипломатов, то есть особенно в тех странах, которые находились далеко от России, как там сидели царские дипломаты, которые были назначены во время Николая II, так и продолжали сидеть во времена пенязи Львова, то есть временного правительства. Но, естественно, все эти царские дипломаты или дипломаты временного правительства, они с ненавистью относились к большевикам, и после начала революции естественно большевистское правительство объявило, что этих дипломатов оно своими представителями больше не считает. Надо сказать, что никто и не признавал Советскую Россию. И если мы говорим о дипломатическом признании Советской России, то 19-й год это еще время, когда СССР, Россия находится в полной дипломатической изоляции. Ни одного, единственное, на каком уровне идут контакты, ну, не межправительственные, а, будем так говорить, между людьми, это на уровне негосударственных организаций, то есть Красный Крест. Красный Крест, он, конечно, работает, он продолжал согласно Союзаветам, он продолжал работать и в большевистской России, и только через Красный Крест у нас происходит какая-то интеракция, общение. И, надо сказать, что, чтобы подлить масло в огонь, американцы же участвовали в гражданской войне на стороне Антанты, американский экспедиционный корпус выставился в Архангельске, вот, и это была страна, в которой Советская Россия по сути находилась в состоянии войны, ну, или, по крайней мере, страна, которая была одним из оккупантов Советской России. Несмотря на это, Лейн понимает, что необходимо налаживать связи, и связи необходимо налаживать, пользуясь теми людьми, которые уже живут в Америке. Естественно, Нью-Йорк был самым первым выбором, который сделали большевики, и вот в 1912 году Людвиг Мартинс становится главой так называемого Советского правительственного бюро. И это была неофициальная дипломатическая организация. Сейчас бы сказали, сейчас называется термином citizens diplomacy, то есть дипломатия граждан. Но, конечно, это была не такая уж citizen дипломатия, потому что она, Русское Советское Социатическое Бюро, содержалась на деньги, которые приходили из России. Здесь надо сказать, что Мартинсу запретили собирать деньги в Америке, потому что это могло собирать деньги на содержание бюро и на посылку России, потому что это могло бы, естественно, вызвать за собой обвинение в, так сказать, большевистской агитации. Ну, конечно, такие обвинения и так были, но, тем не менее, Советская Россия присылала деньги с курьерами для содержания этого бюро. неофициально Русско-Советское правительственное бюро или бюро Марклсов, его часто называли газетах, оно было первым дипломатическим представительством. И мы говорили о двух основных целях, экономическое и информационное, пиар и торговля. Вот эти пиары и торговли были две основные цели бюро. А когда потом происходили слушания, сначала на локальном уровне, в Олбане, в штате Нью-Йорк, потом в Сенате, когда бюро закрывали, когда Марклс репортировали в конце 20-го, начале 21-го года, то очень был такой длинный бюропрактический процесс, который был связан с тем, что в Сенатской комиссии показали очень много документов, изъятых от бюро Марклса, в частности список сотрудников. И, естественно, кого там нанимали на работу, то есть это не были люди, которые приезжали из Советской России, нет, естественно, и никто не ехал из Советской России, все бюро состояло из людей, которые к тому времени уже жили в Нью-Йорке. Естественно, если посчитать национальный состав, то там 85-90, 90% евреев было в работниках, ну, про саму Людвига Карлыч был немцем, все остальные там были практически люди, которые в то время иммигрировали из черты оседности в Соединенные Штаты Америки. Рабочим языком у них было РПА, у них все говорили по-английски, это было английский и русский, вот, но надо сказать, что бюро недолго просуществовало, вот перед вами видите обложку одного из бюллетеней, который она упускала, значит, и это уже более поздний бюллетень, 22-го года, уже после закрытия бюро, но бюро закрыли, то есть маркет задепортировали, о чем еще поговорим, а бюллетень остался, как и газеты «Могу мир», кто ее не закрывал, да, значит, социалистические издания продолжают существовать, и вот бюллетени эти, сначала издаваемое бюро, а потом издаваемое уже при газете «Новый мир», они информировали читателей на английском языке, это были англоязычные бюллетени, о жизни советской России, о том, что происходит, какие законы приняты, как идет гражданская война сначала, как идет восстановление промышленности, и это очень важная задача, потому что такие бюллетени, они формировали имидж советской России в глазах обыкновенного американского читателя, который читал газеты, то есть видел, каким образом в газетах представали большевики, и, разумеется, советское правительство, ну, то, что называется, противостояло этой негативной информации через информацию позитивную, через информацию о том, каким образом развивается промышленность, развивается жизнь в советской России, и, если мы говорим о самом офисе, значит, о том, как происходила техническая организация этого бюро, и, соответственно, курьер, в январе 2019 года, курьер из Москвы приезжает в США, вообще, надо сказать, что все эти курьеры, они приезжали по фальшивым документам, ну, не по-настоящему, да, и они приезжали как иммигранты, они приезжали, нанесшись там, на корабль и привозили распоряжение, значит, пакеты от советского правительства и забирали у Маркеса, так сказать, пакеты в адрес советского правительства и, самое главное, они привозили деньги в наличных для содержания бру. и кроме денег они зачастую привозили даже просто и драгоценности, то есть ликвидированные, так сказать, золотые фонды царской семьи, да, и золотые фонды, так сказать, Государственного банка России до 17-го года, все это перешло, золотой запас России перешел в руки большевикам, и большевики потихоньку тратили их, эти деньги, в том числе и на содержание вот таких представительств, которые, кстати, одно из подобных же откроются потом в Англии, таких представительств, как у Мартинса. И вот у нас три отдела было в офисе Мартинса, у нас был коммерческий отдел, дипломатический отдел и юридический отдел, и уже 19-го марта 19-го года Мартинс пытается связаться с Госдепартаментом, чтобы предоставить убедительные грамоты, но надо сказать, что Госдепартамент его даже не ответил на его письмо, но при этом бюро это существовало два года, то есть это было такое вот лимбо, то есть Америка и признавала, понимала, что эти люди есть, они сидят в Нью-Йорке, они работают, но официально с признанием бюро оно не спешило. И надо сказать, что больше всего в России, наверное, беспокоилась даже не о пропаганде, об агитации, хотя они тоже, но о том, что в группе нового большевистского правительства перешла бы вся недвижимость и собственность, которая находилась в собственности посольства, бывшего посольства царской России в Вашингтоне. И, соответственно, Мартенс получил на это доверенность, на то, чтобы распоряжаться фондами, движимыми, недвижимыми имуществом, которое раньше принадлежало царскому посольству. Ну, надо сказать, что посол временного правительства, который находился в Америке на то время, уже, естественно, временного правительства не было, не было, посол еще остался, он, конечно, заявил, что он не признает ни большевиков, ни Мартенса, и началась длинная-длинная такая юридическая тяжба, которая, в конце концов, закончилась только с признанием, когда уже окончательно Америка признала Советский Союз. И администрация президента Дитсона, она не спешила признавать бюро и заняла выжидательную позицию. Значит, и, так сказать, вместо того, чтобы, ну, американцы тоже интересно поступили, да, значит, они не отказали, но и не разрешили. Ну, это, мы знаем, что для людей, которые живут в России, когда, если не отказывают, значит, не решают, значит, значит, можно работать. И работали, они действительно достаточно успешно, да, значит, 35 человек работало в офисе, значит, и, соответственно, многие из них, эти 35 человек, большинство из них пришло из этих вот американских революционных русскоязычных кругов, что означало, что они были еврейского происхождения, и, собственно говоря, очень многие историки, да, они все сходятся на том, что прецедентов для бюро Мартинса не существовало, да, значит, и работали там в основном американцы, и те иммигранты, которые очень долго, как сам Мартинс, 10 лет, больше 10 лет жили за пределами Советской России, да, то есть ни одного непосредственно представителя вот прям Советской России, там ничего не было, и это, это вообще послужило такой хорошей услугой, потому что эти люди, которые работают в бюро, они говорили с американцами на их языке, да, не на языке там новой революционной России, а на языке, к которому привыкли американцы. И вот офис сам, значит, можете пойти посмотреть, здание существует до наших дней, хотя бы уж перестроили, там почистили, провели деставрацию, это 110-я западная 40-я улица, так называемый Wall Tower Building это называлось, небоскреб построен в 12-м году, и половину третьего и четвертого этажа, можете посчитать, вот эти окна, которые выходят на улицу, у нас занимало бюро Мартинса, русское советское, русское советское, так сказать, бюро, которое занималось вот представителем в России перед американской прессой и перед американской администрацией. Вот здесь вы видите, это лета 20-го года, здесь вы видите оглавление одного из, так сказать, бюллетеней Маттеса о том, что происходит в Советской России. Писалось это все по материалам газеты «Правда», то есть как бы и по тем материалам, которые поступали из Советской России, и писалось обрабатываться живописием. Но, конечно, была и проблема. Проблема, самая большая проблема началась уже в 19-м году, в конце 19-го года, когда, так сказать, сначала по представлению американского, генерального прокурора США, Америка, американская полиция начинает заниматься анархистами. Анархисты тогда были тоже очень большой проблемой, считались даже опаснее, чем, непосредственно, коммунисты, и радикалы, анархисты, Эмма Голгман, которая тогда принадлежала к анархистской партии, в декабре 19-го года ее отправляют, высылают в Советскую Россию. Советский ковчик, пароход Баффетт, на котором отплывает 249 американских социалистов, анархистов, которые находят свой приют в Советской России. Надо сказать, что Марклент написал письмо Голдман, которое сохранилось, в котором он и обещает, и так случилось, в конце концов, когда она добралась до Советской России, обещает прием спецнодушный в Советском Союзе, в Советской России, и защиту, в Советской России. Но у нас, конечно, Голдман провела какое-то время в российской, в революционной России, потом разочаровалась в ней, но, тем не менее, вот рейды Паумера, так называемые, то есть рейды полиции, связанные с прекращением работы радикальных, как мы считали, организаций, они начинаются в декабре 2019 года и идут через весь 2020 год и к январю 2020 год уже уже к январю 2020 года и 2019 год и начало 2020 года самые массовые аресты были проведены, которые тогда существовали в истории США, не меньше 10 тысяч человек было арестовано. Здесь фотография, фотография 2019 года, это люди, арестованные в ходе рейда Паумера в Нью-Йорке, ждут своей очереди на трибунал, на Элис-Айленд, заседал иммиграционный трибунал, который выписывал им билет в одну сторону, то есть их всех высылали людей, которые подозревались в революционных активностях, высылали из США. Но, конечно, газеты очень запугивали людей угрозой, американцев угрозой коммунизма и уже в 2020 году Паумер предсказывает, что 1 мая в стране начнется коммунистическая революция, но нашли Шашуба. Естественно, не было никакой революции, но, тем не менее, уровень нагнетания в Сирии по отношению к большевикам в прессе был очень велик. И, что тоже не помогло, это знаменитый взрыв на Улг-Стрит 16 сентября 2020 года. Но до сих пор неизвестно, кто организовал взрыв. Полиция тогда считала, что это итальянские анархисты, потом стали считать, что это вопущие левые радикалы. Но, чтобы вам напомнить, в четверг 16 сентября 2020 года на Улг-Стрит происходит большой взрыв, 30 человек погибают на месте, 8 потом умирают от ран, 143 человека получают тяжелые ранения. И, конечно, вот здесь фотография, которая сделана непосредственно после взрыва, это потрясло Нью-Йорк, этот взрыв потряс Нью-Йорк, как и в прямом, так и переносном смысле. И то, что в нем обвинялись левые радикалы, конечно, тоже не помогло существованию Русского Советского информационного бюро. Значит, уже осенью 2020 года начинается первое разбирательство по так называемому делу Маркетса в Олбане в сенате штата Нью-Йорк, где у нас в штате Нью-Йорк существовала так называемая комиссия по расследованию антиправительственной деятельности. И эта комиссия была создана на волне арестов Палмера, рейдов Палмера, и комиссия занималась расследованием деятельности различных организаций, которых они считали подрывными и антиправительственными. И в число этой организации, конечно, входило и Русское Советское инвестиционное бюро. И вот это разбирательство начинается в Обане, потом разбирательство на местном уровне, но федеральный уровень Мартинс вызывает в Сенат, и там есть отдельная комиссия по расследованию антиамериканской подрывной деятельности. Он дает свои показания перед Сенатской комиссией, долго проходило заседание, больше нескольких месяцев. В это время Мартинс становится любимцем американской прессы, как Троцкий, ну и вообще все работники бюро становятся звездами в печати. вот здесь вы видите несколько заголовков из тогдашних американских газет. Типичный день в нашем местном большевистском посольстве. Бюро так и называли посольством. Мартинс прислал сюда Лениным, чтобы начать постание. Это конечно неправда, потому что хотя Мартинс конечно был прислал Лениным в Америку, но вряд ли в 16-м году они еще думали о восстании. И в моем любимом заголовок захвата мира, завоевания мира больше не является планом красных. Соответственно Мартинс говорит комитет Сената о том, что крестовый поход не нужен. А крестовым походом в то время называли крестовый поход против большевиков разумеется. Это традиционный оборот в американской печати крестовый поход против большевиков или крестовый поход против красной заразы. И вот маленькая меточка о том, каким предстоит Мартинс в глазах американской прессы элигантно одетым, спокойным, полностью владеющим собой. Действительно там были очень сложные показания. Они все вести на готический отчет, в котором я работаю, и ему приходилось постоянно убиливать, то есть постоянно и говорить правду, и не говорить правду, потому что, естественно, например, когда у него потребовали сообщить именно курьеров, которые доставляли деньги для бюро, он отказался, сказал, что не может этого сделать. Ну и в конце концов по результатам слушаний в Обанне в Нью-Йорке принимается решение о депортации Мартинсен, и, соответственно, в феврале 21-го года он уезжает из Соединенных Штатов, здесь фотографии из американской газетного времени иллюстрированных, они тоже посвятили целые выпуски вот этого депортации, и вот здесь у нас интересно, тоже из Нью-Йорк Тайм заметно, Мартинс уезжает с большим, так сказать, большой смитой в каюте класса действительно, кроме непосредственно Мартинса, когда в феврале 21-го года уже в России заканчивается гражданская война, уже становится экономическое положение более, так сказать, выгодным с точки зрения нахождения в России, более спокойным, и вместе с Мартинсом уже не только практически полностью весь состав бюро, 35 человек, но и многие другие американские социалисты, русскоязычные, которые решают вернуться теперь уже в СССР, и, соответственно, его забросали как-нибудь заветы цветами, и Мартинс предсказал, что либо он, либо какой-то другой большевистский посланник скоро вернется в США, что на самом деле было неправдой, потому что вернулись не скоро, вернулись только в начале 30-х годов, но, и я здесь уже подхожу, завершают презентацию через несколько минут, но надо сказать, что роль бюро, русско-советское информационное бюро, она ведь была не только в контрпропаганде, она была в том, чтобы завязать важные экономические связи, чтобы привлечь на свою сторону американских бизнесменов, и вот это как раз удалось очень хорошо, потому что самым, наверное, главным приобретением бюро, самым важным приобретением бюро, была семья хаммеров, да, и непосредственно тогда еще молодой Арман Хаммер, который после депортации Маркельса приезжает в Советскую Россию, ну и о жизни, так сказать, хаммеров в Советской России, о связях хаммера с большевиками, это уже тема отдельная, разумеется, презентация, но эти отношения, да, которые, а я еще помню, хаммеров в телевизор показывали, вот эти отношения, которые прошли через всю историю СССР, они начались именно в Нью-Йорке в 1919 году, когда семья хаммеров становится, так сказать, главными, одним из главных, так сказать, людей, которые поддерживают Советский Союз. Ну и чтобы завершить, мы говорили о роли русскоязычного еврейства в создании американского, так сказать, либерального ландшафта и, конечно, Американской Социалистической партии, которая потом стала Американской Коммунистической партией в течение всех 20-х годов и до Второй мировой войны ее основным пустяком были люди, которые являлись мигрантами, которые приехали в Америку из России, которые свободно говорили по-русски, и, соответственно, огромную роль в создании социалистического крыла, то есть левого крыла в Америке огромная роль, конечно, принадлежит иммигрантам из России, о чем, собственно говоря, все пишут и говорят об этом, о том, что если бы не было бы русских иммигрантов, то, может быть, и не было бы американской Коммунистической партии, и, соответственно, того левого ландшафта, на который она до сих пор влияет. На этом я заканчиваю, дорогие слушатели, большое спасибо за терпение, извините, что я перебрала по времени немножко, но мы позже начали, и сейчас остановлю демонстрацию, и если есть какие-то вопросы, то я с удовольствием постараюсь на них ответить. спасибо. Да, я уже сказал супердержава, конечно, сверхдержава, разумеется, спасибо большое. Да, 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 сейчас мы сделаем вас всех unmute, вот, мне кажется, что я сделал, вы теперь можете сделать себя unmute, и если хотели бы, то есть возможность задать вопросы, и у меня такой вопрос, насколько я знаю, было три политических партии, основных, левых, наиболее популярных среди иммигрантов, это социалистическая, анархистская, коммунистическая, какая, какую предпочитали вот эти вот иммигранты, еврейские, зловоры и сайт, какая была наиболее популярна из этих трех партий? Да, вы знаете, вообще все три партии имели русскоязычные отделы, значит, и русскоязычные отделы, и идиши язычные отделы, но наиболее популярны все-таки были социалисты по причине того, что они были более, ну, такие umbrella, то есть они были более широкими, анархистские взгляды все-таки не все разделяли, непосредственно коммунистическая партия тогда была еще очень маленькая, это потом у нас растет социалистической партией, а вот американская социалистическая партия была наиболее популярной. А вынесла ли на американские берега российский бунт? Тогда? Естественно, бунт вынесла на американские берега, и был американский бунт, значит, потому что бунтисты, которые эмигрировали, они, так сказать, создавали, так сказать, отделение бунта и в Чикаго, и в Нью-Йорке, и в Сан-Франциско были отделения бунта, значит, и здесь надо сказать, что бунтисты находились между Молотом и Нахавай некоторым образом, потому что к этому времени, если мы говорим о, например, семнадцатом годе, уже встала непосредственно на повестку дня уже вопрос сианизма, Палестины, вот, и бунтисты, они, так сказать, ну и в России была та же самая проблема с ними, что куда им было двигаться, да, то есть оставаться ли им было вот в рядах социалистического движения и строить новую социалистическую жизнь в той стране, в которой они жили, то есть будет там Российская Россия или там Америка, или агитировать за отъезд в Палестину, да, и, соответственно, построение этой новой социалистической жизни в Палестине. И, как мы все знаем, Алия, которая приехала в Палестину в 20-х годах, да, она была, ну, настолько социалистической, насколько это возможно, да, то есть все эти люди, они приедут, они виды, так сказать, когда это стало возможно, когда, так сказать, мандат перешел по управлению Палестиной перешел к Британии, да, значит, когда открылась еврейская миграция, все эти социалисты, они виды, они виды, не только из Советской России, бундисты, не только из Советской России, но и из Америки, они виды, они виды, они виды, в Палестину тогда еще, чтобы строить там социалистическую жизнь, да, и социализм был самой популярной идеологией в стиле еврейского эшоу в 20-х годах. Значит, надо сказать, что здесь, надо сказать, что в Советской России, конечно, бундистов долго не терпела, да, потому что, как она долго не терпела ни венече веков, ни сэров, да, значит, эсеры после восстания московского эсеров, значит, они, естественно, так сказать, оно было подавлено, да, эсеры были объявлены вне закона, меньшевики были объявлены вне закона еще раньше, бундисты продержались, да, у нас еще в начале 20-х годов в России, в Советской России были еще бундисты, и была партия бунта, и издавались газеты бундистские, но потом все это тоже прекратилось, потому что большевики не позволяли существованию никаких других партий, пусть даже социалистических, пусть даже национальных, на том пространстве, где они играли, там, первую скрипку, да, поэтому после там 21-22 года начинается массовая эмиграция бундистов из Советской России, вот, и, а те из них, кто, ну, будем так говорить, наступил на голову собственной песни, да, те из них, кто выбрал, так сказать, идти с большевиками, да, те просто вернулись, присоединились в большевистскую партию и уже, так сказать, не думали, не говорили уже о, так сказать, сионистских, о сионистских каких-то устремлениях. Но, вот, возвращаясь к нашему вопросу, конечно, в то время, о котором мы говорим, да, то есть, когда еще шла Первая мировая война, то бундисты в Нью-Йорке тоже присутствовали в большом количестве. Хорошо, большое спасибо. И, просто, еще одна проблема с бундом, да, и эта проблема с бундом уже была обозначена в начале 20-го века, когда, собственно, бунт появился, вот, проблема с бундом была то, что большевики, да, ну, и вообще, в принципе, социалисты, коммунисты, да, у них была большая проблема с построением партии по национальному признаку, понимаете, вот, и я помню, я читала стенографические отчеты какого-то, какой-то был съезд, по-моему, лондонского съезда, да, партии, значит, ВКПБ, ну, тогда еще не ВКП, а просто ВКП, значит, РСДРП, да, значит, и там была целая проблема с бундом, потому что бундисты всегда настаивали, они приезжали на съезды, но они всегда настаивали на своей повестке дня, на то, что они отдельно, да, и там было замечательное выступление кого-то, если не помню, кого-то заставили русское, послушайте, почему в бунде нет русского отдела, да, ведь бунд работает в Польше, например, да, на великой анициации в Польше, там, где есть русскоязычное население, почему в бунде нет русского отдела, господа, товарищи, вы выступаете неправильно, да, вам нужно завести русский отдел, и тогда у нас не будет к вам больше претензий никаких, вот, значит, и, соответственно, бунтисты, да, вот они, возвращаясь, как бы сказать, потому что я сказала, особенно с момента того, когда началась эмиграция в Палестину, они находились между молотом и наковальней, и, конечно, выбирали, большей частью, большинство из них выбирало эмиграцию в Палестину. Хорошо, спасибо. И последний от меня вопрос, может быть, от кого-то еще был вопрос, это когда наступил упадок интереса евреев Америки, русскоязычных эмигрантов, вот это разочарование в социалистическом движении, хронологически. Да, тоже хорошо, спасибо, интересный вопрос, значит, надо сказать, что разочарование в Советской России не наступало, да, то есть Советская Россия была популярна, особенно, так сказать, в 20-е годы. Попробуем начнем с того, что экономические связи, они поднялись в 20-е годы, благодаря деятельности Бюро Мартинса, благодаря, так сказать, тому, что американские бизнесмены очень быстро поняли, каким огромным полем для деятельности является торговля с Россией, экономические связи даже без дипломатических связей существовали. И что делает Советская Россия? Советская Россия, она налево и направо раздает так называемые концессии, да, то есть американские бизнесмены выкупали концессии на разработку полезных ископаемых, или на строительство заводов, да, или на восстановление заводов в Советской России, и Советская Россия агитирует в Америке, в основном в Америке, да, Америка была основным источником такой рабочей иммиграции, да, агитирует приезжать в Россию специалистов, да, и эти специалисты, американские специалисты работали на всех крупнейших заводах России, уже Советского Союза того времени. А если мы говорим о стройках, великих стройках социализма, да, то на любой великой стройке социализма непременно присутствовали англоязычные специалисты, непременно присутствовали американцы. Американцы работали там, на автомобильном заводе в Гориком, да, в Нижнем Новгороде тогда еще, американцы работали в Донбассе, американцы работали в Челябинске, где только они не работали, да, и поэтому интерес к России всегда существовал, интерес к тому, чтобы поехать в Россию, интерес к тому, чтобы работать в России, да, потому что эти американцы, которые работали, они возвращались обратно, да, Они рассказывали о том, что они видели в России, как Россия поднимается из руин. И пропаганда, надо сказать, в Советской России было постоянно очень хорошо. Журнал «Эссе в настройке» выходил на 18 языках. И в том числе было глянцевое, роскошное издание, для которого писали лучшие журналисты, снимали лучшие фотографы. И этот журнал распространялся на Западе. И он давал вот эту вот такую, конечно, приукрашенную очень картину жизни в СССР. Но даже в начале, в середине 30-х годов СССР был невероятно популярен. Считалось, что он там где-то там далеко впереди. Всех опередил, потому что когда они читали в Америке или в любой другой западной стране, они читали о фабриках, кухнях, о яслях, о полете дирижаблей и все прочее, конечно, представала совсем другая картина. То есть СССР был очень модным, очень продвинутым государством. Но потеря интереса к социализму, я бы не сказала, что у американских левых всегда существовал определенный электорат. Этот электорат, он на самом деле не очень изменился, если вы даже в нынешнем положении посмотрите. Всегда существовало вот этот фо, определенный кусок людей, которые всегда будут голосовать за левые партии, которые всегда будут поддерживать левую повестку дня. И эта часть людей, она в 20-е годы, как она поддерживала левые партии, в 30-е годы поддерживала, потом в 40-е годы. Естественно, конечно, когда началась война, огромное количество людей поддерживало СССР, даже не будучи левыми. Потом началась вторая красная угроза. И во время второй красной угрозы, конечно, быть левым было еще опаснее, чем во время первой красной угрозы, то есть в 19-м году. Но, тем не менее, люди не теряли своего интереса. Вот я вам скажу, возвращаясь к вашему вопросу, всегда существовала малая, не было, что большая, малая часть американских евреев, которая поддерживала социализм, что бы там ни происходило. Там в Америке, в России они всегда поддерживали социализм. Но большая часть, опять же, мы говорили, что на кого были рассчитаны все эти русскоязычные отделы при левых партиях, при левой газете русскоязычной, они были рассчитаны на русскоязычную эмиграцию. И когда эти люди, после революции, многие из них вернулись обратно в Россию, но многие из них остались в Америке. И вот эти люди, которые остались в Америке, уже их дети, уже плохо говорили по-русски, уже говорили по-английски, уже родители отходили вот этой социалистической идеологии. И поэтому я бы сказал, что вот, ну, большинство, ну, кроме таких верных соратников, да, большинство отошло в конце 20-х, начале 30-х годов уже полностью от такой активной работы и активного участия в левых кругах. Хорошо. Большое спасибо, Нелли. Друзья мои, есть ли еще вопросы? Если нету, то я напоминаю, что мы делаем эти программы бесплатно, но, тем не менее, я здесь указываю наш линк, где вы можете сделать любые донейшн, которые позволят нас продолжать, вот здесь в чате я указал этот линк, которые позволят нам продолжать наши встречи в виртуальной академии русско-еврейского наследия. Нелли, я знаю, что у вас ночь, и поэтому еще раз большое спасибо. Спасибо вам, и спасибо всем, кто пришел, и, наконец-то, я надеюсь, что мы будем еще встречаться. Конечно, и мы с вами, друзья, встречаемся, я еще раз обращаю ваше внимание на моей презентации, которая будет 21 декабря. Всего вам самого доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok